Готовим лепешки из ничего. Вот такая вот классная лепешка, хоть к чаю, хоть к супу. Итак, начинаем! Разбиваем одно яйцо. Добавляем пол чайной ложки соли. У нас ложечка маленькая, поэтому у нас целая. Добавляем целую столовую ложку сахара для сладких лепешек к чаю, или же половина столовой ложки сахара для лепешек к супу. Четверть столовой ложки пищевой соды гасим уксусом малопроцентным. В нашем случае это 6% яблочный уксус. Добавляем. 300 мл воды. Выливаем. Перемешиваем. Размешав соль и сахар, начинаем постепенно добавлять муку, вымешивая густое тесто. Муку можно предварительно просеять через сито, а можно добавить и так. Ничего страшного не случится. Для начала вымешиваем в миске до тех пор, пока это возможно. Дальше в миске вымешивать тесто невозможно. Посыпаем рабочую поверхность мукой и вываливаем тесто из миски. И продолжаем вымешивать тесто уже на столе. Прелесть этого теста в том, что оно готовится практически без использования масла. И ему не нужно настаиваться в течение какого-то времени. Как только мы вымесим тесто до нужной консистенции, можно сразу жарить лепешки. Вот такое тесто у нас получилось. На мой взгляд, оно чуть круче, чем на пельмени. Убираем его в сторону. Берем немного растительного масла и смазываем им рабочую поверхность. Также слегка смазываем растительным маслом скалку и отрезаем небольшой кусочек от теста. И начинаем формировать нашу лепешку из теста. Тесто желательно раскатывать до более тонкого состояния. Лепешка должна быть толщиной примерно как жареный блин. Лепешка готова. Ставим сухую сковороду на разогрев. На газ меньше среднего. По желанию, можно сделать несколько хаотичных надрезов на лепешке. Все. Кладем на разогретую сухую сковороду, а сами делаем следующую лепешку. Закончив с формированием лепешки, переводим взгляд на ту, что жарится на сковородке. Не прошло и двух минут, как пришло время перевернуть лепешку, так как она уже поджарилась и подрумянилась. Смотрим. Прошло еще около минуты и лепешка готова. Снимаем. И кладем следующую. И сразу же приступаем к формированию еще одной. Весь процесс протекает очень быстро. Эти лепешки очень хорошо подходят к быстрому перекусу, когда нужно что-то быстро приготовить и быстро поесть. Только закончили формировать, смотрим лепешку на сковородке. Пора переворачивать. Смотрим. Готово. Выкладываем. Кладем следующую. Все идет быстро. Очень быстро. В одном из следующих видео мы вам покажем, что можно сделать из таких лепешек. Очень вкусно и очень быстро. Особенно, если они у вас уже будут готовы. Это будет вообще очень быстро. Только дораскатали, смотрим ту, что на сковородке и переворачиваем. Готово и это. Эти лепешки прекрасны тем, что при их приготовлении используется минимум масла, только для смазывания рабочей поверхности. Дожариваем все остальные лепешки. Прошло примерно 30 минут и все. Все лепешки готовы. Вот такие классные лепешки у нас получились. Хорошо мнутся, да и в целом полностью приготовились. Такие лепешки хорошо кушать как с медом и чаем, так и с шоколадной пастой или вареньем. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать в комментариях, с чем вкуснее всего пить чай. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok